Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. 21 сентября чувашский путешественник Никита Васильев вернулся домой. Его не было два года, но вернулся он не один. Он вернулся со своей спутницей Анастасией Сафоновой. И сегодня Никита и Анастасия в нашей студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады приветствовать вас дома, в Чувашии. Расскажите, соскучились по дому за эти два года? Ну, за эти два года, во-первых, само понятие «дом» немножко расширилось. Это не только твой город, в котором ты живешь. Да, это то место, где я родился, вырос, особенное чувство к нему. Но в целом дорога уже стала моим домом, поэтому в рамках разумного. Ну да, когда организовали встречу, говорили чувашский космополит, да? То есть вы как человек мира уже встали. Ваш дом – это мир. Ну, наша планета Земля – это все-таки наш дом. Просто шире нужно немножко смотреть, наверное, на это. Никита, вы проехали… Вы не были в Чебоксарах, как вот в географическом доме, да? Вы не были два года. Сколько стран вы проехали, сколько городов? Вот есть какая-то статистика такая? Сколько стран? Так, Настя, ты же считала, сколько стран? Наверное… 15. Где-то 15, да. Ну, это немного. То есть нет такой статистики. Я не веду, то есть самое главное – не количество стран. Главное – как их проехать и кого встретить там. И страны Средней Азии – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Вот потом снова Казахстан, потом вся Россия, Сибирь до Владивостока. С Владивостока уже на Китай. Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбоджа. Потом снова Вьетнам, Китай, Тибет, Монголия, Алтай, Сибирь, Урал. И вот сейчас дома на Волге. Кого вы встречали за это время? Вы говорите, главное, кого ты встречаешь. Кого вы встречали? Ну, главное, встречают хороших людей, которые приглашают в гости абсолютно разных людей. Потому что люди красят города. Общение в путешествии – одно, наверное, из главных вообще смыслов путешествия. Поэтому много разнообразных людей, от которых есть чему поучиться, научиться. От которых хочется вообще брать пример с которых. Поэтому вот так вот. Ну, все эти два года Национальная телерадиокомпания очень внимательно следила за вашими передвижениями. У нас даже в эфире были несколько ваших интервью, которые были записаны в дороге где-то. И мы знаем, что у вас были курьезные случаи, вплоть до того, что вас не пускали из одной страны в другую, требовали визы, требовали даже деньги какие-то. Вот расскажите об этом. Ну, такого прям не было. Но были какие-то моменты, когда я сам недосматривал. То есть, например, хотел перейти таджикско-киргизскую границу, но она оказалась не международной. То есть могут проходить только... Жители этих стран. Да, граждане Таджикистана и Киргизии, соответственно. И мне приходилось назад ехать другой дорогой. А в целом других проблем... Ну, были в Казахстане там проблемы тоже. Но, опять же, это просто из-за регистрации я не регистрировался. Тоже по своему недосмотру такому. А так в целом все хорошо. То есть в Китай делал спокойно визу, ехал. Таких прям серьезных происшествий не было на границе. Ну, вы знаете, один из вопросов, который, наверное, задают очень многие люди. Какой бюджет вашей поездки? Где вы брали деньги на визы, на еду, на велосипеды? Вам же пришлось менять велосипед, ремонтировать какое-то время? Ну, несколько раз. Да, самый частый вопрос. Велосипед я не менял. То есть это все тот же велосипед. Вы ремонтировали. Да, ремонтировать. Но путешествие стало как мой труд. Работу я не могу ее назвать. Да, это как мой труд. Вот я снимаю видео в свой канал на YouTube. То есть много людей хотят поддержать. Поддерживают. Какие-то компании хотят тоже сделать какую-то рекламную акцию. Ну, чаще всего просто от души поддержать. То есть без каких-то там целей, чтобы вот что-то там рекламных. Просто вот люди поддерживают, видят, что я так продвигаю Чувашию на других землях. То есть показываю, что вот, ну, представляю себя как Чуваш, естественно. Я Чувашский путешественник. И вот просто им нравится эта идея. То есть люди вам помогали все это? Да, и люди поддерживают. То есть как нормально. Я как бы снимаю фильмы, люди смотрят, как за просмотр в кинотеатре кто-то. Поэтому вот такие деньги приходят. Но это деньги на самом деле небольшие. Это вот просто деньги сегодня-завтра поесть. Это не какой-то счет в банке. Как люди думают. То есть все урезано. Лишнего себе уже не позволяем. Поэтому вот так вот. На каком этапе к вам Анастасия присоединилась? Как это получилось? Давайте Анастасия расскажет. Как получилось? Почему вы решили принять участие в этом путешествии, присоединиться к Никите? Как давно вы знакомы? Знакомы мы чуть больше года. Я тогда работала на радио в Новосибирске. Никита был героем моей новости. Я ему позвонила. Мы с ним поговорили по телефону. Лично не встречались. И он поехал дальше, в сторону Владивостока. Оттуда повернул в Китай, Юго-Восточную Азию. Уже все объездил. И вот когда он был в Камбодже, мы с ним уже начали общаться в интернете. И через какое-то время как-то вот общение свелось к тому, что Никита предложил разделить с ним его поездку уже в сторону дома. Ну, естественно, уже в России. И я ждала его уже прибытия на нашу землю, в Россию. Когда он приехал, уже присоединилась к нему. И вот около чуть больше трех тысяч километров я приехала вместе с ним уже. Как в голове появляется мысль у молодой красивой девушки сесть на велосипед и уехать за три с половиной тысячи километров, я не знаю, сколько там, да, в чужой город, в чужую республику. Вот как так получилось? И надолго ли вы к нам? Зато не с чужим человеком. Я тогда уже поняла, что мы с Никитой люди все-таки родные уже были. К тому времени стали. И Никита предложил. Я как-то просто зарядилась его энергией и уверенностью, и с ним как за каменной стеной почувствовала себя. Хотя лично мы с ним еще не встречались. Никита, теперь, получается, все ваши путешествия будут вдвоем. Да. А надолго вы остановились? Надолго вы будете вот не на колесах, скажем так, не на велосипеде покорять мир? Ну, сейчас вот будем зимовать. Зиму уже не видел три года, нормальной зимы вот такой в наших широтах. Собираться с мыслями и, наверное, писать книгу. Ну, книгу может немножко помпезно звучит пока, просто писать такой отчет, который может перерасти уже в книгу. Много сейчас нужно вспоминать, потому что потом можно все забыть, уже утратятся такие чувства, пока еще все свежее. И будем вот этим заниматься. А потом уже, возможно, с весной поедем в большое западное кочевье. Вдвоем сейчас уже нам проще, потому что один я, честно говоря, наездился. Ну, в какой-то момент я понял, что... Ну, все-таки у каждого мужчины есть мечта семьи, все обычные такие общечеловеческие ценности. И я подумал, что моя спутница должна, если она хочет пройти со мной жизненный путь, то она должна почувствовать, что такое дорога. Иначе она просто не помет. Ну, обычная девушка не помет. И она, может, и не будет уважать, и понимать вообще наши... Ну, будем расходиться в этом плане. То есть разделять ваши ценности. Да, да. И вот поэтому я решил, что моя спутница, она должна пойти со мной дорогу, хотя бы часть. Я не говорю, как там 35 тысяч километров, да, как я. Но вот все равно она должна почувствовать. Вы прошли два года в путешествии, прожили. Изменилось ли ваше мироощущение? Стали ли вы по-другому относиться к людям, к странам? Ну, к странам нет. То есть я так знал, что везде нормальные люди просто со своими обычаями, менталитетом, которые нельзя какие-то подоценочные качества, что там плохие, здесь хорошие. То есть просто каждый живет по-разному. И это уже здорово. Если бы мы все жили одинаково, было бы очень скучно. Но мироощущение... Наверное, меняешься сам в дороге. Меняется характер. Он становится более добрее после всех испытаний и после того, как увидел таких открытых людей. Знасть, не страшно поменять Новосибирск на большой город, да, на небольшие Чебоксары? Я вообще удивилась, насколько человек может приспособиться к любому месту, где хорошо. Потому что сейчас мы понимаем, что вот три месяца мы прожили, можно сказать, в палатке. И вот этот вот маленький мирок, вот он оказывается самый уютный на свете, особенно когда человек любимый рядом. Поэтому нет, конечно, не страшно. Новосибирск останется в моем сердце одним из самых любимых городов. Но Чебоксары теперь тоже мой город. Поэтому нет, не страшно. Спасибо большое вам, ребята, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я думаю, что не в последний раз мы встречаемся. И ждем с нетерпением ваши записки, вашу книгу. И ждем очередную серию Чувашского путешественника. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Чувашский путешественник Никита Васильев и его спутница Анастасия Сафонова. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»